Блиц-опрос. Кто делает лучшие часы? Apple или Rolex? Для экспертов ответ очевиден, конечно же, Rolex. Это мастерство, детали и история. Более миллиона единиц было продано за последний год. Но, с другой стороны, Apple Watch была продана более 30 миллионов, что делает их самыми продаваемыми часами в мире. Поэтому, если смотреть на цифры, то это те часы, к которым все стремятся. Первый раунд – цена. Если вы решили купить Rolex, то ваш стартовый бюджет должен быть примерно 5000 долларов. Oyster Perpetual – 5700 долларов. А если вы можете потратить чуть больше, примерно 7000, то сможете взять себе Explorer. Для меня это икона. Как только увидел их у себя на руке, то сразу влюбился. И это было моей точкой входа. Первый Rolex. Люблю их и по сей день хожу в них. Ну а если вы можете потратить еще больше и взять себе самые известные часы от Rolex – это Submariner, то вам потребуется как минимум 10 тысяч. И вы получаете часы без даты. А если добавите еще 2000, то за 12 сможете взять себе часы с датой. Может, вы хотите что-то более нарядное, из более дорогих металлов, как вот эти с синим циферблатом, белым золотом и юбилейным браслетом. Если у вас есть деньги, то Rolex поможет вам с ними расстаться. Просто взгляните на модели Daytona или Air King. Даже если хотите часы с бриллиантами, то и они есть в наличии. Но действительно ли надо потратить такую сумму денег, чтобы купить себе хорошие часы? Большинство скажет, что нет. Другие же хотят купить хорошие часы по хорошей цене. Сегодня за 400 долларов вашей может стать модель Apple Watch 40 мм. 44 мм – 430 долларов. И надо добавить еще 100 долларов, чтобы провести им сотовую связь. Недостаточно модный для вас, хотите что-то покруче? Тогда есть модель с стальным корпусом за 700 долларов. Если говорить о цене, то очевидно, что побеждает Apple Watch. Друзья, в некоторых своих видео Антонио рассказывает про книги, которые сильно повлияли на его жизнь. К сожалению, многие из них не опубликованы на русском языке. Но с главными идеями этих и других книг, которых нет на русском, вы сможете ознакомиться в нашем новом проекте Undercover. Все подробности по ссылке в описании. Второй раунд фишки часов. Когда дело касается фишек, то Rolex не прогибается. Все из-за его истории. Если так посмотреть, Rolex – компания, которое сделало себе имя. И все началось с того, что это были первые водонепроницаемые часы. Все сводилось к тому, что они могли функционировать в жестких ситуациях. Прелесть часов Rolex Submariner в том, что это полноценные подводные часы. Их можно погружать на 300 метров. У них тройная защита корпуса. У них есть безель. Они заводятся от движения. И они суперточные. Наверное, расхождение может достигнуть плюс-минус одна-две секунды. Если вам нужно больше фишек, таких как день, дата, мировое время, секундомер, счетчик кислорода, тогда вы сможете найти различные другие модели. Так что в зависимости от того, что вам нужно, их функциональность можно немного расширить. Как это все можно сравнить с Apple Watch? Ну, Apple часы точно не будут вашим партнером по дайвингу. Несмотря на то, что они водонепроницаемые, но я бы не стал в них нырять глубже, чем в бассейн. Пожалуй, на этом все. Все остальные функции эти часы в себя включают. День, дата, мировое время, секундомер, сообщения, звонки, Uber, почта, аудиокниги, музыка, фотографии. Парни, сотни различных фишек. Все зависит от ваших потребностей. Несмотря на то, что у роликсов есть большое преимущество в плане водонепроницаемости, их не надо заряжать каждые 18 часов, но я отдам этот раунд Apple Watch. Потому что все эти возможности, которые в них умещаются, это действительно невероятный гаджет. Третий раунд – доступность и кастомизация. Если вы хотите купить себе эту вещь по цене, которую предлагают авторизованные дилеры, то удачи. Почему? Те, кто искали себе стальные роликсы, поймут. Удачи. Просто порой кажется, что их нереально найти, только если у вас есть знакомый дилер. А так вы их не найдете, потому что он продаст их только своим лучшим клиентам. Поэтому многим людям приходится обращаться в магазины с подержанными часами или смотреть в серых магазинах. И порой бывает так, что им приходится платить даже больше, чем те, кто купил их у авторизованных дилеров. А как быть с кастомизацией? Например, от чего-то такого простого, как гравировка, до чего-то более изысканного, как, например, полностью переделанный корпус, или просто замена браслета. На самом деле, не так-то просто найти хорошую компанию, которая бы согласилась работать с Rolex. Да, есть варианты, но суть в том, что когда ты начинаешь кастомизировать Rolex, то они могут значительно потерять в цене. Доступность Apple Watch – это не проблема. Они их произвели 30 миллионов. Я получил свои на следующий день после заказа. У меня была возможность немного их кастомизировать, выбрать ремешок, выбрать модель с сотовой связью. Да, вообще, в целом процесс заказа часов простой и понятный. И никто не перебивает цену, когда покупаешь с рук, а даже можно немного сэкономить. Если говорить о кастомизации, то они все сделали очень просто. Я просто одним нажатием снимаю ремешок, и всего за 25 долларов я заказал новый ремешок. Все очень просто. И зацените еще вот этот с металлическим браслетом. Мне он очень нравится. Поэтому лично для меня возможность настраивать часы под себя за разумные деньги делает часы Apple весьма привлекательным. Поэтому этот раунд я обязан отдать Apple Watch. Господа, я знаю, что у вас есть свое мнение и что, наверное, кого-то из вас я задел. Поэтому пишите в комментариях, что более стильное – Rolex или Apple Watch. Хочу узнать, какие из этих часов заслужит ваш голос и кто выиграет этот баттл. Ну, а мы еще не закончили, поэтому давайте продолжать. Четвертый раунд – статус. Если говорить о статусе, то у Apple Watch есть своя ниша. Я знаю, что очень много единиц было продано. Но если вам 60, такие часы – это быстрый способ напомнить более молодым сотрудникам в вашей фирме, что вы разбираетесь в технологиях и вы не остались в прошлом. Поэтому я считаю, что Apple Watch для некоторых мужчин – очень простой способ продемонстрировать «Ой, я разбираюсь в современных технологиях». На этой ноте, когда мы говорим о статусе, то никакие другие часы не будут кричать о статусе как Rolex. Если вы коллекционер часов, то вы знаете, что есть такие часы, которые намного дороже, чем Rolex. Но они не кричат вам в лицо, что это Rolex. Для этого Rolex потратили кучу денег и времени, чтобы создать такую узнаваемость своего бренда. Лучшая история, которую я слышал – это про парня, который получил в подарок Rolex от своей компании со словами, что если он когда-либо потеряется, тогда эти часы станут его билетом домой. Поэтому, когда дело касается статуса, то Rolex легко одерживают победу. Далее долговечность. Какие из этих часов сохранят свою ценность со временем? И какие из этих часов спустя десять лет вы бы по-прежнему хотели носить? Думаю, что через десять лет, если бы я хорошо заботился об этих часах, то они бы все еще хорошо работали. Да, возможно, надо было бы заменить батарейку, но в целом они бы функционировали. Но будут ли они такими же ценными? Ответ – нет. Мы это видим по тому, как выпускаются новые модели. Когда вышла четвертая версия, то третья упала в цене. А когда вышла пятая версия, то третья серия потеряла половину от цены. И это в целом нормально, потому что люди всегда хотят последнюю лучшую версию, когда речь идет о современных технологиях. Поэтому они продолжают терять в цене. Rolex, в свою очередь, продолжают дорожать. Я отдал 8500 за эти часы. Купил я их у авторизованного реселлера. На следующий день я мог продать их уже на 2000 дороже. Я этого не сделал. Мне нравятся часы, поэтому я их оставил себе. В общем, по непонятной причине налицо дефицит. Да, вы можете сказать, что это пузырь, но есть то, что есть. И ценность тут настоящая, особенно для тех, кто умеет покупать и продавать эти вещи. Поэтому через 10 лет, если я буду следить за этими часами и хранить их в коробочке, то они будут намного дороже, чем они стоят сегодня. И это делает их вполне хорошей инвестицией. Когда речь идет о сохранении ценности, то очевидным победителем является Rolex. Поговорим о стиле. Считаю, что Apple проделали невероятную работу в плане дизайна. И именно поэтому они популярны. Именно из-за этого люди переплачивают за бренд. И мы знаем, что это не из-за технических данных. Любители андроидов, вы очень умные, потому что вы разбираетесь в технике лучше, чем те, кто ходят с iPhone. Но люди покупают iPhone, потому что он круто выглядит. И у него очень приятный дизайн. То же самое и с часами. Все в них очень красиво. Все детали и аксессуары – это очень стильная вещь. Ладно, мы сравниваем хороший дизайн с чертовски восхитительным дизайном. У Rolex было время. Почти 150 лет эта компания улучшает дизайн. Submariner – это классика. Они потратили кучу денег, и это стало иконой. Когда люди представляют дайверские часы, то они думают о Rolex. Они не первые, но они, пожалуй, самые известные в мире. Поэтому, если говорить о стиле, то они задают планку. Именно на эти часы все остальные производители равняются. Поэтому они своего рода воплощение стиля среди часов. По части стиля, это очко, идет Rolex. Мы сравнялись, все становится интереснее. Остается вопрос, какие из этих часов являются лучшей сделкой. И когда я говорю о сделке, то я беру в учет всю информацию. От технологий до долговечности, от стиля до кастомизации и функциональности. Господа, мне интересно услышать от вас в комментариях, что является лучшей сделкой. Какие из этих часов действительно будут задавать тренд в ближайшие сотню лет? Думаю, это интересно. 30 миллионов против одного миллиона. Думаю, все дело во времени. Может, эта компания купит эту компанию. Ну, потому что у этих парней есть еще куда расти. И они захотят интегрироваться с этими ребятами. Ну, мой взгляд, думаю, он очевиден, потому что вы видите, какие часы сейчас на мне. Мне нравится Rolex. У меня целых четыре пары. И я думаю, что я закончил со своей коллекцией Rolex и переключаюсь на другие бренды. Но мне очень интересно смотреть, что эти парни делают. Как они изобретают заново велосипед. Поэтому мне очень интересно услышать от вас, друзья, что вы думаете по этому поводу. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.